Газета, фотография и даже текст песни. Пропаганду экстремизма можно скрыть где угодно. Простому человеку распознать ее будет непросто. Для этого нужны опыт и знания. Борьбой с этим явлением занимаются компетентные органы. Сегодня нижнекамские полицейские делятся итогами работы. За четный период 22-го года сотрудникам управления на 8 лиц привлечены к административной ответственности по статье 20.3. Пропаганда, символики экстремистских организаций, публичное демонстрирование, которое запрещено федеральным законом. Тема борьбы с экстремизмом обсуждалась на заседании общественного совета. Главный вывод – встречи в дело нужно вовлечь каждого. И родителей в первую очередь. Объяснять, как уберечь ребенка от экстремизма, предложили на родительских собраниях. При беседе с родителями и несовершеннолетними они говорят, ну просто мне картинка эта понравилась. Или музыка мне эта понравилась. Они не знают о том, что это музыка или картинка экстремистской направленности. И поэтому, наверное, хотя бы в месяц один раз, чтобы в образовательных учреждениях проводили, может быть, общие родительские собрания на эту тематику. И уже с приглашением сотрудников, которые действительно могут разъяснить это все. Пропаганда встречается и в реальной жизни. Запрещенные символы рисуют на домах, столбах и скамейках. Работники управляющих компаний сразу их закрашивают. Хотя правильнее сначала сообщить в полицию. Следить за порядком предлагают председателям СТОС и старшим по домам. Среди тем заседания также были профилактика ДТП и детского травматизма, подростковая преступность и комплектование вакантных должностей. Анжелика Степанова, Максим Липин, Новости НТР.